Делаем функцию, которая описывает все состояние поля Значит, у нас это были либо 4 потенциала для электроновидного поля, либо одномерная скалярная функция для скалярного поля Для комплексного поля это может быть набор из двух функций Фи и Фи сопряженные, которые считаются независимыми То есть, вообще говоря, этих ног могут быть либо одна, либо несколько И еще мы будем изучать поле Герарха Там у нас будет биспинок и сопряженный ему, сопряженный, причем дерговским образом, биспинок Вот это станут объекты изучения классической теории поля Здесь в качестве уравнения движения возникали уравнения на Гранжа в следующем из принципа наименьшего действия В качестве уравнения возникали хорошо известным образом Ходила производная от функции до Гранжа по времени Сама функция до Гранжа зависела от координат обобщенных скоростей Так, и еще вычиталась производная от координата Если координат было несколько, то значит, соответственно, для каждого из них было свое уравнение Может быть, еще полезно вот эту производную по времени написать в том виде, который у нас сейчас принято Это будет производная времени от производной по времени От производной функции до Гранжа по скорости Так, теперь давайте вспомним, что на этом месте стоит в классическом человеке поле Вместо функции до Гранжа входит на Гранжевую плотность Она по-прежнему является функцией координат, но уже не только скоростей То есть здесь у нас в другом углу поставлен функции до Гранжа А здесь на Гранжевую плотность Она тоже зависит от координат и от обобщенных скоростей Дальше в качестве обобщения этого уравнения мы получили Не постулировали, а именно получили из принципа наименьшего действия Уравнения аналогичной структуры Но только если раньше здесь было выделенное время То теперь на этом месте возникают равноправно все компоненты Вместо производной по времени Четырехмерный градиент Четырехмерный градиент Здесь будет производная Гранжевая плотность По обобщенной скорости Которая у нас теперь есть в эгостолике Вот именно Почитается по-прежнему Разводка Гранжа по соответствующей координате Ну и опять Если этих координат нескольких штук При соответствующих уравнений будет несколько штук Это мы уже прошли А дальше Начали говорить Что Погранжевый подход Эффективный насчет В том отношении Что в нем В классической межрайнике есть Теорема Ньютова Которая позволяет Автоматизировать процесс Поиска эфирного движения Ну и Классическая тема Ньютова Звучит таким образом Если мы сделаем Преобразование Такого сорта Те Заменим на Т штрих Которая отличается На некоторую функцию Сама эта величина Теорема Теорема Есть функция координат В CAT-1 Координаты Заметятся На какие-то Сдвинутые координаты И Эта Штука Есть функция Других переменных В IAT-2 Если При таком Преобразовании Действие не меняется с точностью до членов первого порядка по этим вариациям включительно то есть если при каких-то прибазовых действиях имеют первую вариацию равную блю то тогда отсюда у вас требует такая штука сохраняется комбинация из энергии системы доможенная как раз на этой сумме с минус импульс системы доможенный на вариацию координаты то есть берется вариация координаты на сопряженную ей импульс в вариации времени на сопряженную ей переменную энергию вот так вот такая величина показывалась константой мы это еще переписали в таком виде константа эта, как видно, дифференциально малая поэтому ее можно назвать, например, буквой почему-то живет во всех учебниках что такое энергию? я вам напомню энергию это производная от функции лограмма по обобщенной скорости помноженная на эту самую обобщенную скорость так, минус сама функция лозанжи все это помножается на шею пункты вычитается импульс и пусть это производная от функции лограмма опять-таки по обобщенной скорости и про эту величину делается утверждение что она постоянная иными словами можно еще так сказать и про изводная что производная по времени от этого объекта блеснуется так что в этом смысле аналогично в теории кули Я проклонировал для доказательства следующее утверждение, которое на самом деле является теоремой Нютер Это утверждение было модифицированное, упрощенное в теореме Нютер, приспособленное для целей классической механики А истинная теорема Нютер касается как раз распределенных систем, типа теории Буря Оно смотрится к следующему, если при вариациях координат, то есть уже не просто Т, а прямо от них И вариации, соответственно, пространственных координат и вариации полевых координат Если действие не меняется с точностью до первых вариантов по Дельта Х и Дельта Ку включительно То тогда сохраняется величина, которая делается таким образом Вместо скаляра, соответствующего вот этой комбинации, возникает естественным образом четыре века Которые строятся таким образом, как построена эта картина То есть место берется в производные оборханжевые плотности по производной обобщенной скорости Домножается на обобщенную скорость Так Потом это все будет домножаться Вместо Дельта Д на вариацию Соответствующего Х Поскольку индекс не занят, то эта вариация будет Ну, например, по индексу не будет Тогда здесь мы должны взять, соответственно, производную по тому же самому индексу Так, да? Дальше мы вычеркали функцию лагранжевых, здесь будет вычтена лагранжевая плотность Но теперь она имеет пару индексов Мю и ню Да? Вот под снахом этой Поэтому это должен быть тензор И в качестве такого здесь выступает величина отражения Вот такой вот объект Минус, как и раньше Производная от лагранжевой плотности по лагранжевой, по обобщенной скорости То есть, везущий знак Мюн И оно умножается, как и раньше, на вариацию поля Как и раньше, если было бы много координат Здесь можно было бы взять сумму и поднять И здесь, соответственно, нужно взять сумму по И Вот это то, что фигурирует в качестве теорема-мониотра в теории Поля Утверждение, которое раньше сводилось к тому, что эта величина постоянная, сейчас сводится к тому, что этот вектор удушевает уравнение неправильности То есть имеются производные не по нулевой компоненты от величины скобиана А четырехмерных границей Ну отсюда вот из этого соглашения следует, что если я возьму нулевую компоненту этого вектора Если я проэкспертилирую его по всему объему То в классической механике это превратится просто в величину гатета, поскольку она состроена из функции ламиранджа, а не из ламиранджевой плотности, да? Ну вот, вот это вот величина и будет константа То есть аналог этого утверждения на самом деле такой вот интегральный закон А формулировка оказалась достаточно прозрачная, полностью аналогичная с обобщением, да? Тому, что есть в классической механике Ну и с этой точки зрения, если вы хорошо знаете доказательства этого дела в классической механике То доказательства этого утверждения это просто вопрос некоторой аккуратности в алгебраических выкрутках Они довольно долгие, поэтому мне не хочется этим заниматься Вместо этого мы попробуем сделать доказательства по частям Мы отдельно рассмотрим варианты, когда действие не меняется при таких вариациях И варианты, когда действие не меняется при всяких вариациях И там мы докажем те элементы Тем самым, во-первых, это будет гораздо проще Во-вторых, комбинация этих двух доказательств почти закончит полное доказательство Итак, предположим, что у нас имеет место вот такое соотношение Даже делаем немножко более статистичное утверждение Пусть наше действие инвариантно относительно сдвигов Сдвигов в челюхмерном пространстве То есть не происходит изменения Вот классическая методика была Пусть Нет изменения, когда я варьирую какую-то координату Сдвигаю по какой-то координате И при этом неизменность действия означает неизменно соответствующая функция органжа Поскольку время для этого вообще не меняется, да? А что тогда все это означает? Это означает, что пространство однородное Физическое утверждение сводится к следующему факту экспериментально проверяемым Будем делать эксперимент в этом месте У меня есть материальные точки У них есть какие-то начальные условия Из этих начальных условий система развивается Утверждение сводится к следующему Потому что если мы этот эксперимент произведены в пустом пространстве Нет вокруг ни Земли, ни Солнца, вообще Вселенной Просто пустое пространство И меня тоже, кстати, нету, да? Но если я этот эксперимент произведу в другой точке пустого пространства Из тех и начальных условий То он должен развиваться так, как развивался так Фактически это классический принцип детерминизма Это утверждение понятное Только не сразу понятно, что из этого следует И как это можно проверять В Лагранжево подходе в классической механике доказывается следующее Если есть однородность пространства вот в этом смысле То сохраняется соответствующий обобщенный импульс А если речь идет про обычный пространство То это полный, обычный импульс системы Должен не меняться с течением времени Поскольку у нас теперь речь идет не просто сдвиг по координате А сдвиг по 4 координате То должен будет сохраняться 4 импульса Включающие и обычный импульс и литерскую энергию Итог Рассмотрим Связь между однородностью пространства Русские научные импульс Русские научные импульс Включаем 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 И вот За что, как известно, рапорт вашей газеты, да? Пусть происходит преобразование. Кондинат от Х меняется на кондинат от Х, который отличается от Х, на некоторую постоянную величину. В общем, в виде формировки, здесь, вообще-то, некоторая функция, может быть, как отверстия. В нашем случае, некая постоянная величина. Будем считать, что она мала. И пусть при этом, в первом приближении, не меняется действие. Посмотрим, что из этого будет следовать. Ну, вы помните, что из неизменности координаты следовало сохранение импульса. Из неизменности относительно двигателя по времени, из однородности времени следовало сохранение энергии. Можно будет ожидать, что отсюда будет следовать сохранение энергии импульса. Сначала, значит, пусть при таком сдвиге вид действия не меняется. Тогда теорема Геранга утверждает, что он утверждает. Если сдвиг только такой, то автоматически означает, что изменения полевых координат нет. Вот у нас в этом случае есть ответ. И ответ гласит, что интеграл от чего? Давайте. А, возникает? Тогда вот такая вот величина. Летковая, которая есть вот эта скобочка. А эта скобочка По индексам μ и ν есть не что-либо, как тензор. А в любом дно тензору 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 и ню. Итак, согласно этому возникает такая величина. В качестве δx у нас выступает m. Вот такая вот штука. И интеграл от нулевой компоненты являются константы. Поскольку, значит, это будет означать, что интеграл от t0 ν от d3 r, а ε ν мы можем вынести. Вот эта вот величина, про индексируемая по всему объему, будет константной. Пока что из этого утверждения я могу сказать следующее. Что константной будет величина вот этого вектора. А взорвем этот вектор губы πν. Спроектированным на вектор ε ν. Что сам, что все компоненты πν сохраняются, сказать, где себя, строго говоря. Но дальше вступает в игру следующее требование. Вот это должно быть справедливо. Вообще говоря, при любых ε ν. Да? Лишь бы они были маленькие. Но если это равенство справедливо для любых компонентов. То я могу, например, взять нулевую компонентную отлично, а все остальные нулю равными. Тогда будет π0 сохраняться. Потом, соответственно, πx, πy, πz. Так что из произвольности ε ν. От чего она будет следовать утверждение? Что сохраняется величина Вот такого создать. Хорошо. Это, как сказать, следствие теоремы ν. Не вот так. Да? Но! Поскольку сама теория, умный, не доказывалась, прокламировалась, то это тоже есть теория прокламация. Попробую ее доказать. По-моему, я в прошлый раз вам закончила с тазом вот то, как сохраняются энергии, да? Угу. Что? Опа. Угу. Угу. А, ну, тут только... Все, это уже начало. Все, это уже начало. Ну, давайте я сразу начну с теории Полина, напоминая, как это делалось в классической механике. В классической механике рассматривалась полная производная функция Лагранжа во времени. То есть здесь мы попробуем. Итак, у нас теперь начинается доказательство этого утверждения. Доказательство строится... Ну, давайте я все-таки напомню, как это делается в классической механике. В классической механике рассуждает так. Возьмемте полную производную функцию Лагранжа во времени. Это тривиальное упражнение. Это тривиальное упражнение. Производная Л по КУ на КУ с точкой. Плюс производная Л по скорости на производную половине основной этой скорости. Все. Утверждение тривиальное. Дальше. Дальше вот в эту часть, используя уравнение Лагранжа, я должен заменить на производную по времени, а производную по скорости. Так. Да? Тогда посмотрите, что у нас получится. Здесь есть... Вот это не что-нибудь как импульс. Производная от импульса на обобщенную скорость. А дальше импульс на производную от обобщенной скорости. То есть на самом деле, это не что-нибудь как полная производная, от двух замножителей. Один из них обобщенный импульс. А второй обобщенная скорость. Если вы примените к этому произведению операцию дефекцирования, как раз появятся два этих слагаемых. Только важно, что это утверждение справедливо только с использованием уравнений движения. То есть это в силу принципа наименьшего действия. Правая часть... Правая часть уже является полной производной. Поэтому если я правую часть перенесу налево, то у меня получится такой вверх. Полное производное повремение. Почему? От того, что здесь было... Минус R. Все это будет нулю. Значит, у этого штука сохраняется. То есть производная этой величины есть нулю. А это, это если что иное, как? Винерт. Да. Но те же самые рассуждения могут повторить и здесь. Итак, начнем с чего? Рассмотрим производную облограммжевую плотность. Облограммжевую плотность зависит. Так. По... Не по времени. А теперь мы должны рунократно рассматривать. По... Четыре координаты. Но поскольку... Здесь я наборвал... Индекс вижу, здесь какой-то другой индекс. Ну, например, нет. Так. Как сосчитать эту производную? Абсолютно так же, как раньше. Производная облограммжевая плотность по ку. На производную сторону ку. Плюс производную облограммжевую плотность по обобщенной скорости на производную акулисную. Ответоксованные величины. Дальше используем уравнение движения. Согласно этим уравнениям, в производной координате есть вот такой вот объект. Так. То есть это есть гавя от лагланжевой плотности по хм. Даллаживый. Так. Даже немножечко не так. Вот это все примено производным от лагланжевой плотности по обобщенной скорости. Причем индекс лю, здесь есть индекс суммирования. Здесь эта штука была линетиристским скаляром, и она осталась линетиристским скаляром. Теперь можно сказать, что из себя представляет правая часть. Еще мы воспользуемся этим фактором, что такое вот эта вещь. Это вторая производная по хм и хм. Да? А у второй производной, то есть вот эта вот величина. Это вторая производная по хм и хм и хм. Если эта функция не является патологической, то далее производная можно менять. И вот эта функция не является патологической. То есть сначала по мюл, а потом по мюл. Давайте так и сделаем. Теперь, по мюл здесь поставим, а здесь поставим на гул. Что же мы получили? Мы получили проезд глобную по хм. От произведения двух совмножителей. Один из них вот такой вот, а второй вот такой вот. Значит, и есть ДТ, ДТ, а это дальше расходится на обобщенную скорость. Смотрите, это полностью аналогичное перемещение. Обобщенный импульс на обобщенную скорость. Здесь обобщенная плотность импульса на обобщенную скорость. Замечательно. Здесь была полная производная и слева стояла полная производная. Здесь есть дивергенция. И справа стоит дивергенция. Только они, эти вот дивергенции, вообще-то говорят по разным индексам. Так? Ну, это можно исправить. И вот эту величину могу заменить на следующее. Если я найду ж «µµµµ¹µ µµµµµµµµµµµµ heyµµµµµµµµµ Это тождественное преобразование. Суммирование по мюн даст нам производную по мюн. Так, как и было. Все. Теперь я могу под знаком производной поясни записать. Во-первых, вот это. Производная на данном железнодности. По обобщенной скорости по индексу мюн на обобщенную скорость по индексу мюн. А кроме того, вот эта производная, если я перенесу ее налево, и ж мюн внизу под знак производной, то все это будет с оканком минус. Что это такое будет? Ж мюн, мюн или мюн, мюн совершенно все равно. Они симметричные. И все это будет с оканком минус. И все это будет с оканком минус. Вот, все правильно. Вот это, напоминаю, на это под знак производной. Но это как раз и есть. Это как раз и есть то, что мы назвали Т-менюн. Вот эта самая величина. Значит, таким образом мы получили утверждение, что вот эта величина Т-менюн удовлетворяет с законом сохранения вот такого сорта. С этой точки зрения доказательство закончено. Вот я напомню, что здесь в потере миниорда, эта величина вам там говорила в таком графике, dxμ на dxθμ равняется 0. Если я подставлю явное выражение, используя произвольность ε, в потере миниорда, как раз это мы и получили. Это мы доказали. Итак, этот кусок Т-менюн доказал, и дальше мы будем на всю пользоваться. То есть у нас теперь есть утверждение о том, как получать выражение для энергии импульса. Как? Система задается, если нам известен Лаганжиан в классической механике, Лаганжио – плотность квантовой классической теории поля. Значит, Лаганжиан мы можем организовать вот этот тензор для миниорда. Он называется тензор на нервные импульсы. Простыми операциями дифференцирования и сложениями. Дальше выясняется, что этот тензор удовлетворяет уравнение непрерывности, откуда следует сохранение 4 импульса энергии импульса. 4 вектора энергии импульса. То есть у нас процедура получения понятия энергии импульса автоматизирована. И если есть однородность пространства и времени, то автоматизировано утверждение о том, что эта штука сохраняется. Это очень полезная вещь. Мы ее напрямую доказали. Следующий эпизод, связанный с тензором и нёдом, давайте рассмотрим второе отдельное утверждение. Второе отдельное утверждение касается преобразования координат поля. В качестве координат поля могут выступать функции. Мы докажем частый случай такой вариантности, которая связана с комплексным полем. Итак, давайте рассмотрим вариантом такой. Пусть у нас имеется так называемое калибровочное преобразование первого рода. Я сейчас объясню, что такое. И пусть относительно этих преобразований имеется неизменность вида действия. С ним будет связано сохранение заряда. Продолжение следует... 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 Рассмотрим в этом простейший вариант. Пусть у нас имеется в качестве координат поля некая комплексная функция. Тогда, вообще говоря, у нас будет не одна координата, а две. Одна из них будет q, а вторая будет q1 равная φ, а вторая будет в качестве координата сопряженная к ней величина. Рассмотрим преобразование этих координат. Пусть это будет у нас индекс i, прибегающий два значения, и у нас имеется две координаты поля. Пусть эти координаты подвергаются преобразованию такого сорта, но специфическому. Пусть кардиналка φ от х превратуется в кардиналку φ штрих от х, в которой есть φ от х, замноженное на n степени φ α. И для α неестественное число. Так. При этом вторая координата. Это у нас будет координат, да? Так. При этом вторая координата равная φ от х, автоматически окажется преобразующейся по-другому за кругом. φ-сопряженная штрих от х, равняется φ-сопряженная от х на n степени минус янг. Если при этом функция Лагранжа не меняется, причем α может быть и малой, и большой величиной, не важно. Важно то, что если при таком конечном преобразовании не меняется Лагранжа плотность, то не меняется тогда и вид действия. Замечательно. Пусть при таком преобразовании вид действия не меняется, он будет не меняться даже при конечном α. В те времене он конфигурирует, однако, бесконечно малое преобразование. Ну давайте их преобразуем в бесконечно малое. Пусть у нас Лагранжа станет бесконечно малой величиной. Когда правая часть, здесь я дам латерал на чму. Лагранжа станет бесконечно малой величиной. Вот это и будет не что иное, как дельта квадратии. Ну а здешняя правая часть станет равной х сопряженной на х, минус и ε на х сопряженная на х. Вот эта величина, вместе с ее знаком, станет вверху 2. Так. Что утверждает теория Манютер? Она утверждает, что если при этом вид действия не меняется, а мы провозгласили, что действие не меняется даже в лагранжевую плотность, не меняется даже при конечных преобразованиях. Тогда действие не меняется и при конечных, и бесконечно малых, то той величиной, с которой вы связаны на закон сохранения, будет являться... этого не будет. То есть у нас есть преобразование координат поля, но нет преобразований самих координат. То есть преобразование координат, но не уже. Тогда теорема Манютер утверждает, что мы должны организовать вот этот вектор. Манютер. Первое слагаемое будет отсутствовать, а второе слагаемое вовсю присутствовать. То есть будет присутствовать. Манютер дельтаму равное минус производная от лагранжевой плотности. Почему там это было? По обобщенной скорости, домноженной на вариацию обобщенной координаты, да? Так. И важно, что это было несколько функций. Сумма в нашем случае по 1-2. Это будет минус производная от лагранжевой плотности по обобщенной координате. Роль Q исполняется на минусе Фи. Роль Q исполняется для первой. Фи и Дэпсилом Фи. Так. Минус. Тоже слагаемые координаты. Дель. Дель. Дельминум на Фи сопряженная. Дель. Думаю. Думаю, что это т.д. Думаю, что мы будем для направлениям 2-5. Фи и Дэпсилом Фи сопряженная. Эта величина должна была при направлении неуваживенности. Откуда будет следовать, что интеграл от этого блока, то есть интеграл от такой величины Откуда кроме трое слой в пvousчке Tips на фисточке вот эта величина будет сохраняться но раз будет сохраняться эта величина то будет сохраняться эта величина после исключения эпсила ну хорошо, это прокламация утверждение, что истерия монетра такой закон сохранения попробуем это доказать доказать что может быть каким образом мы говорили что вид действия не меняется а поскольку координаты не забронуты это означает что он не меняется в лагранжевой плотности то есть изменение лагранжевой плотности при таких вариациях есть 0 а с другой стороны что такое это за лагранжевая плотность что такое за вариация лагранжевой плотности лагранжевая плотность есть функция он координат и обобщенных скоростей значит мы должны взять что что происходит производим от функции лагранжа по координате так на координату плюс производим от функции лагранжа по скорости на вариацию этой самой скорости вот это и будет вариация лагранжевой плотности ну а дальше уже привычное образ действия что здесь можно сотворить давайте подумаем вот вот это вот 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 Сейчас как это удобнее все сделать. Это то, что нам и нужно. Это то, что нам и нужно. Нужно доказать, что n-то величина, которую мы здесь образовываем, имеет нулевую чрезмерную дивиденцию. Давайте сообразим. Первое, что я могу сказать, чтобы у нас организовалась нужная нам дивиденция, можно вот эти знаки поменять местами. И тогда здесь возникнет производная от xµ от d в ст. Замечательно. А вот здесь можно будет воспользоваться выполнением движения и сказать, что это и есть производная от xµ от производной по обобщенной скорости. Комбинируем это и это. Итак, что мы получаем? Мы получаем 4 мл дивергенцию от двух сомножителей, от такого и такого, да? Это как раз вот это и есть. То есть это и есть вот это уравнение. Поскольку все это равняется нулю. Так, теперь вспомним, что вообще-то говоря, у нас пара компонент, пара парей. Поэтому надо будет записать здесь нудистую всю нуду. И здесь это возникнет. Таким образом, это уравнение. Это просто вот это самое уравнение. Поскольку это с точностью за знака просто совпадает вот с этим самым уражением. Итак, второй кусок теоремы ньотов в частном варианте мы тоже доказали. Ну, видно, понимаете, что даже теоремы ньотов по кускам есть несколько громоздкое, содержит несколько громоздкое доказательство. Поэтому я и не стал приводить громоздкое полное доказательство. Что тут на будущее? На будущее для нас важно было то, что вот этот тензор энергии импульса связан с законом сохранения 4 вектора энергии импульса. А теперь еще возникнет закон сохранения. вот здесь вот, вот индеграла, может сказать, причина, которая звучит так. минус И дл ну от н н фи на фи ну, я вот нашу просто плюс комплексно соображенная причина все это есть вектор, который мы назовем вектором четыре тока и утверждение о том, что интеграум от нулевой компоненты в четыре тока есть константа, обзовем ее буквой П вот это утверждение нам в будущем монополинце константу это называют зарядом, но это не обязательно может быть электрический заряд это может быть барионный заряд, который, может быть, вы слышали, экспериментально доказано он сохраняется даже лучше, чем электрический заряд более строгие ограничения на сохранение барионного заряда, чем на сохранение электрического заряда на этом мы закончили разговор про все аспекты теременетов мы немножко задержались, ну давайте сделаем сейчас перерыв, потом перейдем к новой теме у нас выработан общий подход к проблемам классической теории поля и мы можем, пользуясь этим, начинать рассматривать оставшиеся и представляющие интерес поля но еще прежде, я хотел бы сказать, что мы разобрали все-таки два частных случая изоторопность пространства и времени следовало закон сохранения энергии и импульса и конкретное выражение для этого закона дальше, точно так же можно было бы сказать, что если пространство изотропно то отсюда будет следовать закон сохранения момента и импульса опять-таки в его релятивском обобщении эта вещь немножко более хитрая в том смысле, что не то что хитрая, немножко более громоздкая для доказательства поэтому мы это примем как правильное утверждение которое тем более точно так же выглядит и в классической механике теперь, тем более, что конкретные выражения для момента импульса для тех полей, которые мы будем рассматривать, нам фактически не понадобятся но теперь нам предстоит рассматривать всю последовательность этих полей начнем с поля, которое максимально близко в определенном смысле к электромагнитному это действительное скалярное поле чтобы подчеркнуть его близко к электромагнитному, я так буду вытекать большую руку уфи чтобы она у нас ассоциировалась с большой буквой А в случае, когда магнитный полкорер ну и будем считать, что это буря у нас утвержденная так, значит, нас интересует прежде всего, конечно, соответствующая лоранжа лоранжа, да? лоранжа плотность, которая лоранжа зависит от поля фи это делал производный но мы хотим построить, так, на самом деле, лоранжа все-таки по существу своему с точки зрения физиков явление вспомогательное в любом смысле главным является уравнение движения поэтому, если вы представляете, какие должны быть уравнения движения то подниму и строит лоранжа в области же неизвестного начинает поступать наоборот то есть придумывает разные лоранжалы из различных соображений потом смотрит, какие возникают уравнения поля мы для случая электромагнитного поля выяснили, что в качестве уравнения движения возникает волновое уравнение я вам напомню, она выглядела как единица на С в квадрате d2 по dc в квадрате от вектора А минус градиент в квадрате от того же самого вектора А равняется нулю ну, а теперь вспоминаю о том, что у нас есть 4 вектора по веку в которой есть и h да на dm то есть это в нашей системе кардинал это будет просто и d 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 д d d d d d d d это и есть волновое уравнение. Из него мы получаем утверждение, что для плоских волн 4-х метров плоской волны равен нулю. Какой у нас сейчас наша цель? Мы хотим, вообще-то, получить уравнение, согласно которому, соответствующий 4-мерный вектор для этой волны, должен был уравнение соответствовать вот такому соотношению. Это было для фотонов, у которых масса равняется на нулю. Для частиц отличной от нуля массы уравнения должно быть таким. Поэтому и уравнение, которое мы будем использовать, должно иметь какого-то сорта вида? То есть, помню, здесь, конечно, можно быть оператором. Минус n в квадрате на фи равняется нулю. То есть сравнение вот такого сорта. А вот тут теперь уже оператор, да? Давайте строить функцию лагранжа под то, чтобы уравнение было именно таким. Да. Что еще должно быть важно? Важно, чтобы функция лагранжа, как вы помните, была вещественной. На нашем случае это совсем просто. По той причине... Нет, вот только я хотел бы заметить, что если я использую такое вот... Ну, ладно. Мы со временем с этими знаками и разберемся, да? Вот. Они одеты наполовно, чтобы это здесь и здесь, поэтому это все хорошо. А вот с точки зрения уровня движения... Ну, сейчас уйдем все. Значит, сами функции и вещественные, поэтому любые комбинации из них будут тоже вещественными. С этим никаких проблем. И дальше лагранжевая плотность должна быть какой? И содержать большое количество производных. Если мы хотим получить уравнение второго варианта такого сорта, то это означает, что у нас он должен содержать просто самую функцию и первым производным. Больше ничего. И, наконец, мы знаем, что лагранжевая плотность должна быть инварианта. Ну, хорошо. В качестве инварианта можно взять величину демюфи. Демюфи. Да? Это будет его реал. Если это квадратично по полям, то еще удобно взять тогда квадратичную комбинацию из самих полей. Теперь осталось подобрать такие коэффициентики, чтобы соответствующие уравнения лагранжа превратились в волновые уравнения, соответствующие вот такому закону дисперсии. По которому квадрат четырех импульса равен соответствующей массе. Ну и вот, все, что нужно при этом сделать. Автоматически получается, если я выберу здесь в общем множеное демюфи на вторую, а здесь коэффициент минус n квадрат. Давайте мы попробуем проверить, что это действительно приводит к правильному уравнению. Хорошо. Это у нас здесь уравнение, которое у нас функция лагранжа. Теперь попробуем применить вот эти самые уравнения. Я должен взять производную лагранжевую плотность. Да, кто у нас здесь? Роль Q играет сама функция. Роль обобщенной скорости играет производная этой функции. Значит, вот эта величина, которая здесь фигурирует, это будет производная от функции лагранжа по чему? Ну давайте. Производная от функции лагранжевой плотности. Вот это будет производная от функции лагранжевую плотность. И это будет производная настройка. производная по Xm, производная по этой величине, даст мне вот эту величину Дальше я должен, ну вот, собственно, я эту часть, ой, помню Причем, поскольку здесь есть возможный дифференцирование по первому со множителями по второму То множитель одна вторая исчезла, исчезла Это я взял первую часть Итак, первое слагаемое у меня получено Теперь я должен вычесть производная функция Лагранжа по фит Это вот эта величина И все это должно равняться лучше Очень хорошо, очень замечательно Теперь, если я превращу вот эту величину в дм А также намножу все это на i А чтобы ничего не изменилось Напишу знак минус Минус i в квадрате, я ничего не изменил То у меня получится как раз то уравнение, которое вам оживает Да? То есть уравнение p в мю У нас p в мю Минус i в квадрате 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 И плюс Уравнение c в мю Правда, для будущего мне будет удобнее пользоваться исходным уравнением без всяких i Вот хоть тот, хоть другой вид Это уравнение для скалярного поля Это уравнение называется уравнением Клейна Фока Гордона В иностранной литературе почему-то Владимира Александровича Фока не упоминают К тому есть некая причина Хотя он написал и опубликовал свою работу раньше, чем Гордон И работа эта была гораздо более содержательной, чем работа Клейна Но это была большая работа, касающаяся некого пятимерного, вообще необычных Это был небольшой кусок внутри этой работы Работа была настолько сложная, что большинство доверяющихся как-то ее пропустили И только впоследствии, в том числе в советской литературе В том числе в Бестецком, Лившице, Питаевском Дается дань уважения этому замечательному ученому Между прочим, он был заведующей кафедрой теоретической и физики в Ленинградском университете И когда начиналось у нас, а я был студентом там, когда у нас начиналось чтение курса квантовой механики Как раз начальная глава читал Владимир Александрович Пок Это было интересное зрелище Само по себе это введение было Оно такое безэмоциональное, немножко сухое И с этой точки зрения особого интереса не представляло А вот общение с этим человеком, это была замечательная вещь Потому что как только начался звонок на перерыв или на окончание Его можно было окружить, пощупать, попробовать, поговорить с ним И помню, сильное впечатление произвел следующий эпизод Один из наших продвинутых студентов, Витя Каган, который уже успел почитать Начало не только квантовой механики, но и ее интерпретацию Бором, Линфельдом, Бором и особенно Дебройлем Начал наскакивать, вот вы говорите одно А у Дебройля в его такой-то книге написано и так Фок слушал, слушал, он сказал, а Дебройль ошибается И выяснили, что это абсолютная правда Дебройль вообще был жутко невежественный человек Более того, когда он написал свою действительно замечательную работу Где предлагал потребовать, чтобы частицы тоже обладали волновыми свойствами То на эту работу в квантовой столице мира в Гетингене Внимания не обратили По той причине, что там были квалифицированные физики Которые уже знали Дебройлю как большого путаника У него было до этого несколько статей по оптике А глава гетингенской физики Макс Борн Вы, наверное, знакомы с себя полстенной книгой Борн и Вольф, оптика Был специалист в оптике И он знал, что Дебройль действительно был путаник Поэтому на эту работу не обратили внимания Обратил на нее внимание Эйнштейн После чего, так сказать, под его влиянием Было интуцировано исследование Швейнгера Ну хорошо, это все детали Вот есть такое уравнение Что мы будем делать дальше? Дальше мы начнем действовать так, как действовали в случае электромагнитного поля Да? Разница будет в чем? Потенциал электромагнитного поля Связан с величинами, которые измеряются В соответствующей производной потенциалу Есть напряженность электрического магнитного поля Который можно непосредственно классическими приборами измерять А вот потенциалы этого поля Непосредственно такого классического измеряемого аналога не имеют И только когда мы их проквантуем Кванты этого поля Возникнут частицы с массой У которых можно уже измерять координату импульса Начнем мы с старой схемы Я вам напомню, какая была схема В случае электромагнитного поля В специальной калибровке Где оставалось только векторный потенциал К тому же с двумя организационными компонентами Мы начинались с того, что разлагали его по полским волнам И коэффициенты этого возложения И коэффициенты этого возложения Были естественно электрорами И естественно им было приписывать индекс К Вот поэтому в индекс УК И происходило суммунирование Так А сами эти коэффициенты Были функциями времени Поскольку поля были вещественные То нам нужно было еще дополнительно взять Эту величиную комплекцию сопряженную И тогда это разложение автоматически оказалось вещественным Дальше, используя уравнение волновое Мы доказывали, что у этого величина Увергает уравнение для осциллятора И поэтому ее зависимость от времени Такая же как осциллятора Но только частота Жестко связана с волновым вектором Помните? Ну а это соответственно вечера Младей в степени плюсы Его оригодация Дальше мы еще немножко издевались с нынкой величиной Мы разлагали ее в ряд по двум литрам Взаимноортогональным Расположенным в плоскости Терпеникулярная электро-рука Но это уже была вещь связанная С особенностью электромагнитного поля Главное, что нам удавалось сделать Это превратить электромагнитное поле В набор оскаляторов Давайте и здесь поступим точно так же То есть мы сейчас попробуем Вот это самое поле Превратить в набор оскаляторов Для этого мы должны будем Делать ее как функцию х Которая содержит и т И зависимость пространственной координаты Аналогичным образом Представить в виде полных волнов Только чтобы в дальнейшем Так сказать, отличать Это все равно в чем ослаживает Ну просто переменная k Удобный для И привычный для волнового вектора Квадрат четырехимпульса Которого равняется нулю А для частиц Ветхом интервьюбре Использовать импульсы Ну вот разложим по импульсам Пробегающим тоже ряд значений Что и тамошние волновые брака Соответствующий коэффициентик здесь Не нужно подвергать Издевательство там сказано Симовекторной природы Это будет просто некоторый коэффициентик А КТ Зависящий от времени Ну и конечно Надо взять Поскольку это поле вещественное Соответствующую Сотряжованную кличену Только не краски Ну и конечно F И еще я напомню вам Что у нас важная часть всей программы Был выбор Нормировочного коэффициента Ну вот возьмемте здесь Какой то коэффициент Сэр П Какой? Так Чтобы наш Окончательно Габилитениан Представлял в себя Сумму Габилитениана Помните? Здесь мы Подбирали Соответствующие коэффициенты Так Чтобы Выражение Для Энергии Поля Это была такая Величина Набряженность Электрического Поля Магнитного Наносим Ви Проинтегрированные По всему Пространству Чтобы Все это Сводилось К Набору Оскеляторов Да? Если Считают Штука Превращалась В независящую От времени Сумма Отвечающая Отделимым Осцелятором А А и разразверточки с точностью до множителей были координаты и импульсы этих самых осцилляторов Здесь мы хотим сделать то же самое Только так мы хотим превратить Мы хотим, чтобы выражение на ингредиенте превратилось в сумму по импульсам чего? В соответствии с того самого А от П на А от П не сопряженные А здесь бы стояла ингредиент А что такое ингредиент? Здесь ингредиент была такая вечера И здесь, в самом случае, поскольку мы надеемся, что это будет частица с массами Возможно иметь вид литийской зависимости Вот такого слова Вот наша, так сказать, глобальная цель Вот берем этот коэффициент С Так Чтобы выражение для энергии выглядело как просто набор осцилляторов капли со своей энергией Зависящей от переменного импульса П Ну, давайте начнем это делать Для этого нужно, чтобы А здешняя клетка явным образом зависит от времени Откуда это можно получить? Ну, конечно, это можно получить из уравнения движения Так Хорошо Применим эти уравнения движения Подействуем амбиратом на П На П Минус Минус амбиратом в квадрате На функцию ФИ И приравняем все это О Слагаемые с этой экспонентами независимые Рассмотрим слагаемые при коэффициенте Е в степени ФИ по ФИ Как они выглядят? Общий множник ЦРП нас не волнует Он так и будет общий множник Когда я произведу вот это действие То что у меня получится? Я напомню Я напомню 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 Это есть Поислоигом в квадрате Минус В квадрате Так Как действует поислоигом На вот эту санктуру? Он действует только на А Так? Действуя на А Я вам напомню Кто такой ПСНОВИК То есть НОВИКОВ это Испоминаем как Минус Поверентно-изводное От Э Да? Так что Здесь у нас возникнет Минус А От П И Экспонент И С Который я В качестве общих Минус Дальше Войдет Минус Вот Этого века Этот вектор И он наполнен Пертикетами Минус Градиент Квадрате Каждый Градиент Действуя Даст Множитель И На П И второй раз мы получим множитель I на R, умноженный на A. А кроме того, A еще будет общий множитель минус N в квадрате, тоже умноженный на A. И все это должно равняться 0, чтобы выполнялось это уравнение. Ну, соберем все вместе. Что мы получим? Давайте мы изменим знаки. Здесь у нас будет плюс, здесь у нас будет плюс, здесь у нас будет плюс. Минус, и P в квадрате, что-то здесь у нас, да, что у нас здесь нехорошего. Здесь у нас был минус, сам P в квадрате, есть тоже минус градиент в квадрате. Так. Каждый градиент давал и P, но еще был этот общий знак минус. Так что, на самом деле, где должен быть общий знак все-таки окончательно минус, мы его не учили. В итоге получается такое уравнение. В итоге получается такое уравнение. Ну, точнее, корень квадратный из этой величины с однокомплирусом. Мы обзовем инергией. Это будет осколятор с частотой επ. Значит, согласно уравнению движения, мы получаем, что вот этот вот множитель может зависеть по замкому минус επ. Таким образом, у нас автоматически получилось соображение по плоским волнам с правильной зависимостью энергии от импульса. Как же выглядит коэффициент целов до сих пор остается проблемой, которую мы уже в следующий раз отбудем. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...